Уважаемый господин президент, позвольте мне вас приветствовать сердечно. Очень рад нашей новой встрече. Помню, как вам пришлось прерывать свой визит в Россию, в связи с атаками террористов на вашу страну. Я помню, что вы мне сказали уезжая, что вам нужно нанести порядок и нанести удар по этим террористам. Хочу вас поздравить с тем, что вам это удалось сделать. Должен сказать, что это одна из наших общих задач и забот и проблем в сегодняшнейшей терроризме и борьбе с ним. В этой связи готовы, как и договаривались, развивать наши отношения, в том числе и в военной сфере. В военно-технической области. Ну и, разумеется, особое внимание нам нужно уделить экономическим связьмам. Они, к сожалению, находятся на достаточно низком уровне, хотя за последний год наблюдается определенный рост товарооборота. Но, unfortunately, our economic ties are at a lower level, although we can see a certain increase in these relations recently. Очень рад нашей новой встрече, господин Президент. Президент Президент Президент, sir, I'm very happy to see you again, this time with double the enthusiasm and gratitude of my country, the Philippines. I really wanted to stay longer at the time that I explained to you that it was very important for me to go down, because I had to declare martial law. Господин Президент, мне чрезвычайно отравно вновь видеть вас здесь, и сейчас у меня двойное чувство благодарности. Мне не хотелось прервать свой визит в тот раз и уезжать из России, но я обязан был это сделать. Как я вам уже говорил, я должен был вернуться и ввести закон о военной положении. И это был действительно айсис-инспирный рейд в городе, и они хотели взять контроль. За атакой на город стоял ИГИЛ, и их цель была оставить под контроль этот город. Поэтому я объявил чрезвычайное положение, направил туда свои войска для того, чтобы положить конец этому вооруженному выступлению. И я смог показать всем, что наша армия и наша национальная полиция может позаботиться о нашей стране. До сих пор остаются очаги сопротивления. Вооруженным сопротивлением мы продолжаем операцию по очистке этого города, но до сих пор город продолжает оставаться опасным местом. Я хотел бы передать вам чувства слова особой благодарности от имени филиппинского народа за ту своевременную помощь, которую Россия оказала нам, предоставив нам грузовики и вооружение. Это нам было просто необходимо для того, чтобы пополнить наши запасы. И, соответственно, мои соли, наши армии, которые были очень аккуратны, и они были бы обучены, чтобы защищать их снипера, которые были оборудованы. Я уничтожил почти все мои враги, потому что снайперы, которые были вверху, как в Сырии. Есть новая война, и вверху есть семен, конкрет, и огонь. Мы были в тяжелом времени, как в других местах, потому что мы должны бороться вверху, вверху за вверху. Я хочу передать вам слова моих военных, которые восхищались тем оружием, которое Россия нам поставила. Это высокоточное оружие. Знаете, там нам пришлось ввести новый тип войны. Мы должны были бороться со снайперами, поскольку снайперы были основной угрозой для наших войск. И то же самое, как и в Сирии. Эти люди прячутся за стенами, в укрытиях, и мы ввели боевые действия, отбивая дом за домом. Это не такое легкое дело. Это мой мечт, что, before I finish my presidency, I want to build strong armed forces and strong police. И это очень важно для вас, чтобы знать, что мы покупаем arms from Russia this time. И вы знаете, у меня мечта, до конца своего президентского срока, я мечтаю создать сильные вооруженные силы и национальную полицию. И вы знаете, что сейчас мы закупаем у России оружие. Потому что, в тот момент, мы были short of arms for the police. И мы хотели бы брать от Америка. Но потому что у нас ничего не было, почему бы было бы по национальности, Субтитры создавал DimaTorzok В то время нашей полиции не хватало оружия и моя первая мысль была закупить оружие в Соединенных Штатах, но поскольку в Соединенных Штатах равную власть имеют Конгресс и Президент, это все не так было просто, законодатели, те 23 тысячи, которые хотели закупить, в принципе, ничего не меняли бы. Те своевременные поставки оружия, которые мы получили от России, современного оружия, были отданы спецчастям нашей полиции и это действительно имело большое значение. И теперь я намереваюся дальше закупать такое оружие. Благодаря вашей помощи я могу сказать, что вы помогли нам обратить эту волну вспять и благодаря этому нам меньше времени потребовалось, чтобы решить эту проблему. Еще раз большое вам спасибо и благодарю вас и россиян. Мы никогда это не забудем. Оружие очень важно, но важнее всего ваша решительность и готовность вооруженных сил и сил безопасности полиции бороться с этим оружием. Пошли, я вас поздравляю. Ну, армия и армия очень важны, но еще что-то важнее, это ваша решительность и готовность вооруженных сил. Поэтому я просто поздравляю вас с удовольствием. Деликое. 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 Продолжение следует...